Адемиду Гдурбекову в этом году пошла в первый класс. Теперь она будет получать знания в этом новом корпусе средней общеобразовательной школы номер 18. Мне очень понравилась эта школа. Она очень уютная и красивая. Я познакомилась со своими одноклассниками. Теперь у меня много друзей. Я буду хорошо учиться, чтобы в будущем стать врачом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Также принял участие в классном часе и ознакомился с процессом обучения. По словам Адемиды Касымалиева, сегодня строительству объектов образования уделяет особое внимание. В соответствии с поручением президента Республики Садомовича Чапарова, последние два года особое внимание уделяется строительству социальных объектов. Кабинет министров тоже уделяет этому большое значение. В этом году мы предполагаем ввести в эксплуатацию около 100 школ. И мы сегодня оказались свидетелем открытия дополнительного учебного корпуса на 250 мест. То есть, это три, как я сказал, выступления. Один из трех школ, который открывается в Бишкеке. Также в Чуйской области состоялось открытие школ в селе Ивановка, Ту-Гуз-Булак и Пригородная. Это новое двухэтажное здание школы в селе Пригородное. Рассчитано на 500 ученических мест. Здесь созданы все необходимые условия для получения качественного образования. Старое здание могло вместить 320 детей. В этом году число первоклассников составило 5000 детей. В этой школе создано замечательное условие. Я уверена, это очень положительно повлияет на качество работы педагогов. Благодаря чему дети смогут получить хорошее образование. Ученики просто в восторге от нового здания. Новая школя-радо и жителей Карасуйского района в торжественном открытии принял участие глава Кабмина Колбек Джапаров. Он ознакомился с новым зданием школы и отметил, что государство ежегодно уделяет в сфере образования особое внимание. На строительство двухэтажного здания школы было выделено 90 миллионов сумм. Школа – это символ будущего страны, ведь формирование личности совпадает со школьным возрастом. Общеобразовательное учреждение – второй дом для каждого ученика. Нам необходимо создать все условия для того, чтобы дети получили качественное образование. Я верю, что новая школа станет прекрасным фундаментом для будущего поколения и станет домом для лучших общественных и государственных деятелей, которые несут свой вклад в развитие республики. В торжественной обстановке открыли школу в селе Ананево Иссык-Кульской области с участием Акима Иссык-Кульского района Джапарабека Ормонова, министра сельского хозяйства Скорбека Джанубекова, жители села Безмирнарада открыть у новой школы имени Джусупа Абдрахманова, которая была возведена за счет республиканских средств. На эти цели было затрачено 75 миллионов сумм. В новой школе созданы хорошие условия для учеников и педагогов. Сфера образования является одной из самых важных, ведь от этого, какое образование получат наши дети, зависит и будущее всей страны. Образовательное учреждение рассчитано на 270 ученических мест. Как вы видите, наши гости из столицы приняли участие в нашем торжественном мероприятии, ознакомились с учебным процессом. В Иссык-Кульской области ранее состоялось открытие лицея Акалмана, где обучение проходит в формате Steam, иначе говоря, это углубленное изучение естественных наук, технологий, инженерии и математики. Причем часть предметов будут преподавать учителя из пяти зарубежных стран на английском языке. Я работаю в сфере образования уже пятый год. Два из них в Кыргызстане. В этом году меня пригласили преподавать здесь. Искренне верю, что лицей станет одним из топовых и престижных учебных заведений, потому что здесь на самом деле для этого созданы все условия. Уверен, его выпускники – это будущие лидеры. В первый год здесь будет обучаться 75 детей, и с каждым годом их число будет увеличиваться. Прием учащихся в лицеи проводится по результатам конкурсного отбора в два этапа. Сначала на основе документов, отправленных для участия в отборе, а затем по квоте на основе рейтинга по итогам тестирования. В лицее будут учиться те, кто окончил шесть классов, отдельные предметы и уровни их преподавания. С учетом своих интересов ученики смогут выбирать сами. На обучение в Акалмане претендовали более тысячи школьников со всех регионов страны. Тесты сдавали. Сдавали по четырем предметам – биология, английский, чтение и математика. Я счастлива и горда с собой, что прошла. Новая школа появилась и в селе Хаштутбаткинской области. Она рассчитана на 150 мест. На строительство двухэтажного здания было затрачено более 68 миллионов суммов. Раньше здание школы было в аварийном состоянии. Теперь это современная школа, где дети смогут получить качественное образование. Строительство объекта началось осенью прошлого года. И вот сегодня дети уже переступили порог нового здания. Порог новой школы также переступили ученики села Хайт-Паск и Дамджайского района Баткенской области. В торжественном открытии принял участие зампред Кабмина Идиль Байсалов, полномочный представитель президента Баткенской области Абдикарим Алимбаев. В новом здании школы теперь могут получать знания 275 учеников. Уважаемые ученики, учителя от имени Кабинета министров, поздравляю вас с открытием новой школы и с началом нового учебного года. Развитие системы образования и проведение эффективных реформ в этой сфере – одно из главных направлений государственной политики. Как вы видите, вопросы образования сегодня в приоритете. Спортивный зал, столовая, раздевалка – это новое здание школы имени Газы Малай в Автолойской области Манадского района. Теперь ученики села Учхургон будут учиться в современном образовательном учреждении. Всего 260 детей. «Когда глава государства Садыр Джапаров вступил в должность президента, он первым делом поднял вопрос о строительстве новых школ. На эти цели было предусмотрено 1 миллиард 800 тысяч сомов. В том числе 108 миллионов были выделены для строительства 19 школ Таласской области». Фундамент этой школы в селе Башкуханды на Рынской области был заложен 9 лет назад, однако завершить строительство далось только в этом году. Это новое двухэтажное здание рассчитано на 275 учеников. Сметная стоимость – 77 миллионов сомов. На эти средства было построено не только здание школы, но и спортивный зал. «Сейчас идёт массовое строительство школ. Даже представители Кадмина не успевают принять участие в торжественном открытии новых зданий. Всем главам ведомств была поставлена задача посетить новые школы, осмотреть, если есть недочёты, то взять это во внимание. По приезду в столицу мы предоставим отчёт». Кроме этого, в Нарыне состоялось открытие здания новой школы в селе Ораколь Кучкурского района. По данным госстроя, всего по стране открыли 43 школы и 4 спортивных зала. Сегодня немало внимания уделяется реформам в сфере образования. В начале года в Министерстве образования и науки предлагали внедрить британскую модель обучения и взять хорошие стороны советской педагогики, при этом акцентировать внимание на IT-технологиях. Как отмечает ведомство, педагогам были повышены заработные платы, а с 1 сентября этого года были увеличены оклады директоров школ и их заместителей на 50%. Постановление о повышении зарплат некоторых категорий работников образования в Кабмине подписали 14 августа. «Чувствуем поддержку и образовательного сообщества, президента, представителей Кабмина, парламента и наших доноров. По дошкольному образованию есть отдельные сдвиги, по охвату дошкольного образования, по обеспечению компьютерами в этом году, если относительно предыдущего года, были максимум 1000-1500 в этом году с помощью ВСББ на 24 тысячи компьютерами обеспечены. Это ошибочный результат. Насчет учебников в этом году напечатаем к ноябрю месяце. Четыре раза больше, чем в предыдущем году». На сфере образования в 2023 году предусмотрено более 60 миллиардов сумм, это на 23 миллиарда больше, чем в прошлом году. Кундуз, Казатайва, Заман Шапаков, Фалату, 24. Итоги недели.